Кормить грудью нужно учиться. По данным исследований, сегодня лишь 30% женщин после трех месяцев кормят своих малышей грудным молоком. Остальные предпочитают или смешанное вскармливание, или полностью переходят на искусственное. Чаще всего женщины связывают это с нехваткой молока. Однако научно доказано, что проблему нельзя вылечить лишь у 1% женщин на планете. Остальным не хватает грамотной помощи. Как только она сталкивается с трудностями, делает шаг назад. И тогда уже она должна получить правильную информацию, а кому обращается она впервые? Конечно, медицинскому работнику. И если здесь ей дадут неверный совет, грудное вскармливание заканчивается. Поэтому наша задача такая, чтобы женщина получала правильные советы и продолжала кормить грудью как можно дольше. А ВОЗ рекомендует кормить грудью до двух лет и более. Практикующие врачи-акушергинекологи собрались сегодня на вторую научно-практическую конференцию. Она полностью посвящена проблеме грудного вскармливания, одной из самых острых в регионе. Ведь без грудного молока ребенок рискует не сформировать иммунитет. Это грозит многими проблемами со здоровьем и в младенческом возрасте. Например, проблемами с желудочно-кишечными трактами, повышенным количеством аллергий. Также это грозит большим развитием онкологии. Ну и в целых, так в масштабах страны это значительные затраты на здравоохранение, которых можно было бы избежать. Мамы, которые отказываются от грудного вскармливания, чаще испытывают послеродовую депрессию, а также сложнее восстанавливаются послеродов. Уже сейчас в больницах и поликлиниках города ведутся профилактические беседы с беременными женщинами. Мы уже создаем такой большой теоретический курс, который планируем преподавать именно медицинским работникам Рязани и области. Как очно в городе, так и дистанционно. С последующим выездом на практику. То есть мы будем собирать детских сестер, собирать врачей и непосредственно в роддомах, в постели кормящей женщины проводить консультации, показывать различные нюансы, как взять ребеночка, как приложить правильные груди, как дальше с ним дома жить. То же самое, такая работа будет вестись в детских поликлиниках. Небольшой курс рассчитан на 24 академических часа. В нем изложены основные вопросы. Если следовать буквально 10 правилам правильной организации жизни младенца и грудного вскармливания, то успех обеспечен.